здравствуйте товарищи рад приветствовать вас на своем канале несколько дней меня вообще не было можно сказать выпал из жизни болел я и сейчас как бы еще не выздоровел сегодня уже так относительно полегчало несколько дней была высокая температура 39 ну как бы это сейчас прошлом сегодня первый день как-то себя более-менее нормально чувствую ну опять же сейчас утро еще не вечер так скажем все может поменяться поэтому ладно хочу показать вам свою коллекцию что я тут на данный момент собрал так начнем с глотка кофе айка хорошо значит так ладно начну вот с этого это у меня смазка цепи смазка цепи вот такая вот почему именно такая потому что вот у этой смазки цепи с 100 у нее есть еще такой маленький баллончик 100 граммовый и фишка в том что когда вот этот баллончик заканчивается вот из этого баллончика можно заправить маленький баллончик в принципе вот это я использую когда я дома допустим возле дома смазать а вот это чисто брать с собой в дорогу это очень удобно да я думаю этого будет достаточно на поездку 100 миллилитров поэтому вот мой выбор пал на эту смазку но и она опять же белая видно куда попадает далее далее купил я себе для своего мультитула вот такой вот замечательный бита держатель который можно который можно устанавливать стандартного стандартные биты допустим можно так можно допустим поставить вот такой адаптер и допустим сверху головку что тоже удобно это вот для владельцев у кого мультитул лезерман тоже вещь классно то есть мы вот сюда вставляем все у нас получается вот такой вот удобный инструмент ну я сейчас не буду говорить что в мультитуле есть плоскогубцы это все само собой разумеется поэтому есть возможность инвестировать мультитул лезерман то я бы рекомендовал вещь удобно место много не занимает и адски полезная так что поехали дальше что еще такого интересного я взял уберем далее очень интересная штука именно под мой мотоцикл я заказывал они есть такие ключи под разные мотоциклы вот я нашел под свой honda crf crf 300 этим ключом одним ключом я могу снять полностью оба колеса тут вот вот этим ключом я могу открутить естественно заднее колесо основную гайку и еще в комплекте шел вот такой маленький ключик это тем ключом я могу придерживать скажем с другой стороны чтобы открутить потом вот этим вот многогранником шестигранником я могу открутить передняк колесо здесь с этой стороны его можете видеть есть где когда специально это можно открутить вот эти гайки которые фиксируют ось но по сути такой универсальный прикольный ключ которым я могу снять вот одним ключом полностью колесо и самое вкусное то что этот ключ помещается в стандартный бардачок моего мотоцикла он как раз по размеру сделан этим же ключиком вот здесь маленьким я могу подтягивать цепь в принципе сколько тут на 10 он по моему до на 10 прикольно мне нравится место не занимает у дальше чем взял еще такую вот линейку на 15 сантиметров конечно без нее можно бы и обойтись но я решил взять почему нет пусть будет это для для натяжки цепи чтобы провис измерять удобно там у меня в мотоцикле есть специальная прорезь в этом которая защищает цепь вот это как она называется не помню вы поняли там есть такая прорезь куда линеечку можно вставить и цепь поднять и видеть сколько она там растянулась также можно потом когда ось колеса выставлять тоже использовать эту линеечку чтобы допустим у меня с одной стороны есть эти риски а с другой стороны по моему их нету поэтому чтобы симметрично выставить хотя бы вот по линеечке там так что я считаю вещь нужная место много не занимает не весит так что пусть будет в хозяйстве потом что еще взял вот такие вот китайские монтажки они реально они нихрена не весят они сделаны из какого-то там авиационного алюминия как пишут я прежде чем их брать посмотрел обзоры на ютубе ну люди пользуются как бы выдерживают то есть у них здесь такие ребра жесткости есть то есть они несмотря на то что очень легкие они прочные внушают доверие поэтому чтобы не возить вот такое как как я изначально взял себе сейчас покажу вот такие вот монтажки да но это уже такие православные но не адски тяжелый то есть вот это одна монтажка весит наверно по ощущениям тяжелее чем вот эти две монтажки поэтому вот это не вариант зачем купил не знаю ну ладно пусть будет опять же здесь видите есть такие еще как ключи здесь на 32 ключ есть с этой стороны на 13 и 10 то есть с разной стороны потом идут вот такие вот адаптеры которые можно вот большой ключ вставлять и тем самым изменять его насколько он получается будет на 27 миллиметров и по-моему на еще на какой-то на 22 ну то есть для моего мотоцикла вот эти ключи они бесполезны поэтому я даже думал может быть чтобы уменьшить уменьшить вес и размер просто вот так вот их раз отпилить и все посмотрим потому что опять же у меня колеса на моем мотоцикле они не не широкие не так не тяжелые обсказал поэтому даже если будет рычаг чуть чуть поменьше но это не критично то есть для моих для моих покрышек это должно хватить посмотрим ну тут у меня вот еще стандартный набор это стандартные ключики 12 14 14 10 два многогранника и стандартная отвертка в принципе как бы немного да ну вот такой вот набор головок естественно все головки мне не нужны потому что я вот сколько себя помню вот сколько использую этот набор как правило использую всегда одну головку то есть есть некоторые вещи которые регулярно используются есть вещи которые даже за все время ни разу не использовались поэтому это дело легко отсортируется возьму только самое необходимое и все далее прикупил тут такой вот наборчик для латки клей ну я его тут немножко переделал под себя тут добавил клей добавил что я добавил колпачки добавил потом эти клипсы для пластика тоже добавил они имеют свойство у меня теряться поэтому я когда-то на алике заказал штук 20 и закинул сюда пускай будет парочка потому что где-то пластик снимешь она отщелкнется или сломается улетит куда-нибудь в грязь а тут будет новенькая бам что касается этих клипс оригинальные клипсы они стоят это пиздец какой-то таких адских денег одна вот маленькая такая клипс очка сейчас покажу она стоит 5 евро оригинальная хондовская вот такая вот пиздюлина 5 евро одна так какая-то жесть у китайцев я за 20 штук вместе с доставкой до германии за 3 евро брал потом что еще прикупила себе запасные камеры то есть на перед и назад так это зад у меня на 18 это на 21 вот такая вот фигня и знаете вот что ребята я вот смотрю на это вот добро и думаю вели а нахер тебе они нужны поставь тублес и не еби себе мозг поэтому я думаю сейчас откатаю с этой резины еще ну съезжу в путешествие посмотрим как резину умотаю и в следующую резину я уже наверное буду ставить вместе с тублесами потому что вот эти камеры возить это реально это солидный такой объем и вес который можно в принципе избежать да и опять же ремонтопригодность без камерки она куда и проще то есть у меня в последний раз было в швеции я пробил колесо был дождь то есть как бы погода вообще такая ну все как бы было некомфортно но вопрос решился за 2 минуты то есть нашел дырку пам пам через 2 минуты у меня колесо было накачано и готово к эксплуатации я до сих пор так езжу ничего не спускает поэтому я думаю все таки наверное поставлю тублес и опять же я посмотрел у тублесов кто не знает что это такое да я сейчас объясню вот на этот на обод на этот ручей вот внутреннюю часть где куда спицы вставляют это по сути тублес это такая система напоминает велосипедное колесо камера плюс покрышка реально выглядит как велосипедное колесо которое натягивается на обод именно вот на внутреннюю часть обода и эта камера раздувается там что-то до 6 и 8 атмосфер соответственно камера она под высоким давлением она как получается как срабатывает играет роль уплотнителя не дает воздуху выходить через спицы а покрышка она по сути как бы удерживает эту камеру ну чтобы и таким образом камера диск становится как бы бескамерным единственное что надо будет в диске сверлить дополнительные отверстия под второй сосок там бы два соска получается вот эту внутреннюю камеру накачивать это один сосок и второй сосок которым непосредственно будет накачиваться уже сама покрышка вот единственный нюанс и опять же даже если ты будешь ехать на нулевом давлении даже если у тебя пробило колесо наглухо давление ноль сама вот эта маленькая покрышка внутренняя она не даст она будет создавать такое расстояние от земли до обода то есть она не даст тебе ехать непосредственно на ободе то есть будешь медленно потихонечку ехать но куда-нибудь все равно доедешь как вариант поэтому я склоняюсь все таки приобрести себе данную систему и не париться чтобы не возить с собой вот эту вот тяжесть это как бы не вписывается в мой формат путешествий дальше что что да еще ребята я заказал себе навигатор Garmin Zuma XT но навигатор мне еще не пришел он сегодня должен мне прийти если будут сегодня еще силы время настроения я может быть сегодня еще сниму видос ну или может быть завтра посмотрю как будет самочувствие ну и смотря когда придет если вечером придет то сегодня уже наверное ничего не буду снимать тогда завтра наверное почему я все таки решил заказать именно навигатор расскажу в отдельном видео поэтому кому интересно подписывайтесь на канал жмакайте на колокольчик так ну в общем на сегодня сейчас я это данное видео заканчиваю ладно увидимся в следующем видео все спасибо за просмотр до новых встреч до новых встреч